Якутская культура И сегодня я хотела бы рассказать об информации, которую мы получили от наших информаторов во время полевых исследований университета. Так вот, мы знаем, что человек имеет три души в якутской культуре. Это якут, который нам дарует божество и приносит человеку бадинь айегет. Это салганкут, который человек приобретает от воздуха, сделав первый вздох. И боркут, который человек получает от земли, соприкасаясь с землей во время рождения. Как в старину мы знаем, что женщины рожали стоя на коленях, на земле, на полу. И ребенок, грубо говоря, падал на землю. Поэтому от земли при этом соприкосновении мы получали третью душу. И каждая из этих душ отвечает за определенные аспекты жизни человека. Якут – это в целом некая такая прогнозированная наша судьба, которую мы тоже сами можем изменить, делая свой осознанный выбор. Но большей частью она зависит от того, что предписано нам свыше. Салганкут отвечает за наше ментальное, за нашу психику, за наше нервное. И иногда говорят, что вот этот человек, который потерял свой салганкут. То есть так говорят о детях, которые не очень уравновешены в нервном плане, не очень спокойные. И иногда это речь идет даже о взрослых людях, да, потому что считается, что салганкут, оно путешествует отдельно от человека во время нашего сна. И то, что видит салганкут, мы видим во время своих снов. Вот. А третья душа, боркут, она отвечает за наше физическое тело. Если болит рука, нога, горло и так далее, то считается, что как раз вот эту часть нашего кут-боркут захватили злые духи, либо они ее мучают. И поэтому, собственно говоря, болит наше тело. Поэтому обращались к шаманам. И шаман лечил человека тем, что он спасал как раз вот эти души, а не конкретно тело человека травами, мазью или еще чем-то. Так вот, кроме этого, человек должен был прожить жизнь и прожить ее как можно более полной. Наши предки считали, что полная жизнь – это человек, который нашел свою половину, создал семью. Обязательно родил много детей, как можно больше, потому что главное богатство якутов – это были дети. Это человек, который имел хорошее большое хозяйство. Коневодческое, скотоводческое, которое делал много молока, кумыса, масла и так далее. Это человек, который был и счастлив, он радовался тому, что происходит вокруг него, наслаждался природой, сменой времен года. Он вкушал вкусную пищу, он принимал участие в праздниках, в состязаниях. Ну и, конечно, несчастные какие-то моменты, грустные моменты в жизни тоже могли быть. И вот это считалось жизнью, которую человек прожил полностью. И, конечно же, каждый стремился жить так, чтобы эта жизнь была, чаша жизни была испита до дна. А если же случались какие-то обстоятельства, которые не могли дать человеку прожить эту полную жизнь, к сожалению, то его жизнь после смерти, она могла быть уже совершенно другой. Прежде всего, это относилось к людям, которые не встретили свою половину, не смогли создать семью, у которых не было детей, те, которые были очень капризными даже, да, вот в виде, в одежде, в отношениях с людьми. Считалось, что этот человек тоже не мог прожить полную жизнь. Ну и, конечно же, это люди, которые ушли рано. И считается, что если человек умер в молодости от болезни, от несчастного случая, то есть он не прожил полностью весь отведенный ему срок жизни, то и его душа, его души проживут и соответствующее продолжение этой самой жизни, да. Вот эти три души, якут, если человек прожил полностью хорошую жизнь, она возвращается обратно к божествам, и потом через некоторое время она может обратно быть возвращена на землю, да. А боркут, оно остается вместе с телом человека в земле в случае его погребения, и тоже постепенно распадается вместе с телом человека. Поэтому оно вот не отходит от него, да. И поэтому есть такое понятие, что шаманы, усиленные шаманы на протяжении трехста лет, четырехста лет слышат все, что происходит, и вот это слышит не его вот разлагающееся тело, а душа, которая осталась вместе с его телом. А салгынку, то он растворяется в воздухе, когда человек спускает последнее дыхание. И вот если человек умер слишком рано от болезни или несчастья, то одна составляющая его души не могла вернуться обратно, и так как она не прожила полностью все, что ему нужно было, и поэтому он остается здесь, в среднем мире, и превращается в юр. Да, мы знаем из легенд об этих таких, ну, бестелесных существах, которые причиняют страдания, прежде всего, близким людям, семье, и поэтому от людей, которые умерли рано, очень боялись, да, и был соответственный похоронный ритуал, соответственное поведение соответствующее, да, не нужно было часто вспоминать об этом человеке, плакать о нем для того, чтобы зря не будоражить еще вот эту душу, которая и так очень болезненно все это воспринимает. Вот, и несколько лет назад у нас был очень интересный информатор, который нам рассказал следующее. Он сам занимается вот, очень интересуется духовной культурой, традиционной культурой, является знатоком и носителем очень такой интересной информации. И вот, он говорит, что после того, как человек умирает, ему, его душе нужно пройти некоторые этапы для того, чтобы продолжить свой путь, да, и, видимо, он об этом не уточнил, но речь идет все-таки об Екут, да, главной составляющей, которая потом должна вернуться обратно. И для того, чтобы она вернулась обратно, ей нужно пройти вот такие испытания. Первое испытание проводят духи, связанные с богиней Аигет. Да, Аигет, она как раз приносит душу ребенка в Среднем мире, она как бы отвечает за эту душу. Вот, и эти духи, он называет их Абага, проводят, скажем так, опрос, да, вот, как ты прожил свою жизнь. И если человек создал семью, он родил детей, он был счастлив именно в этом плане, в любви и в семье, и на нем жизнь не остановилась, он еще после себя оставил потомство, то считается, что этот, ну, опыт поэтен, и ему разрешается идти дальше. Если же он не успел или какие-то у него другие были обстоятельства, то эту душу отправляют искать все волосы, которые человек растерял на протяжении своей жизни. Мы знаем, что в старину вот женщины, например, расчесывали волосы и обязательно их складывали в мешочек, да, и потом, когда бабушки умирали, этот мешочек клали вместе с ними в гроб, и таким образом вот тело, оно было цельным, скажем так, да, вот, поэтому нельзя было разбрасывать волосы, нельзя их в огонь бросать, всегда нужно было собирать, но если не хранить, то хотя бы собирать где-то складывать, да, чтобы это не везде, где было, валялось, скажем так. Вот, следующий этап – это у нас ехсид. Ехсид богиня и поклоняется, и связывает свое поклонение как раз и с радостью, и с богатством, с материальным миром, ну, и с духовным, конечно, развитием, да, человека, и то, что в жизни, в которой он проживает, такую вот земную. И здесь, чтобы пройти этот этап, человек должен был прожить жизнь в радости, ни в чем себе не отказывая, да, и то есть человек вкусно питался, он не был особо капризным, да, и вот наш информант говорит, бывает, люди говорят, нет, я это не ем, на это я тоже не ем, это я не одеваюсь с этим человеком, я общаться не хочу, на праздники я не пойду, этот дом какой-то не такой, ну, то есть, такие человек, у которого есть большие претензии, да, и считалось вот старину, что этот человек не смог прожить полную жизнь, потому что нужно наслаждаться и принимать жизнь такой, какой она является, да, со всеми ее минусами и плюсами, общаться с людьми, ходить на эсэх, и вот он сказал, нужно обязательно посещать эсэхи и каждый раз одеваться красиво, одевать новые украшения, новую одежду, а бывают люди, говорит, которые все складывают, где-то держат, потом когда-нибудь придет день, я достану этот сервиз, я одену это платье, это украшение, он говорит, не надо этого ждать, потому что мы не знаем, что ждет нас жизнь и будет ли этот день вообще, поэтому нужно наслаждаться каждый день и радоваться тому, что у нас есть возможность наслаждаться, вот, и если человек прожил хорошую жизнь, то эти оба отпускают его дальше, а если же нет, то ему нужно пойти и найти все свои зубы, вот молочные зубы и зубы, которые, может, стоматолог когда-то вырубал, все это нужно будет найти. Я помню, что когда я была ребенком, бабушка обязательно мои молочные зубы выпавшие, она в расщелины, вот, ну, брусьев дома она втыкала и говорила потом, придет время, ты за ними придешь. Вот, но сегодня это традиция уже вот отраченная, да, но вот какое-то обоснование этому все-таки было. Вот, и дальше идет уже третий этап, и там ждут нас абагы божества Джосигей, Джосигей Аи, связан с коневодцем, да, и, значит, человек должен был сделать много кумыса, участвовать в скачках, плести из конского волоса, есть жеребятину и так далее. Если всего этого нет, то человек должен идти искать все свои ногти. Вот, и поэтому сейчас то, что психологи, разные там курсы ведутся, да, о том, что как человек должен прожить свою жизнь, как себя найти, они, ну, вот, то есть, это говорит о том, что эти проблемы перед нами все еще стоят, да, и во многом, может быть, в ответы есть в нашей истории, и сейчас не надо идти искать это в феншуй, в бадзе, в родовых деревьях и так далее, потому что в каждой культуре ответы на эти вопросы все равно есть. И вот, если человек полностью прожил свою жизнь, прошел все эти три этапа, то его душа обратно возвращается к большинству, да, и, ну, иначе говоря, как раз это называют, наверное, ушел в мир предков, и там он счастлив, да, соединился с предками. А если нет, то эта душа остается здесь, в среднем мире, и превращается в этот самый юр, который ходит, скитается и не может найти себе успокоения, потому что он не смог прожить полностью свою жизнь. Вопрос вообще о судьбе, о смерти, о душе, конечно, очень хорошо раскрыт в работах Брайвины Розалины Тентьевны, наших этнографов, коллег еще с советских времен, конечно, вопрос всегда волновал, о душе, о скитаниях писал Кулаковский, конечно же, да, и этнографы такие, как Худяков тоже, Сирошевский, Мак, они все равно затрагивали эту душу, этот вопрос. И так или иначе в своих трудах освещали. Ну вот самый крупный специалист, наверное, все-таки Розалина Тентьевна в этом вопросе. Нужно радоваться жизни, каждый день, каждый момент. Розалина Тентьевна